Это самая маленькая раскладушка в мире и она работает! Чтобы вы понимали, насколько эта раскладушка миниатюрная, ее вес составляет всего 18 граммов, а если брать в расчет габариты, то в сложенном состоянии длина составляет 4 см, а ширина чуть больше 2 см, а если точнее, то 2,3 см. Что касается разложенного состояния, то длина составляет примерно 7,5 см. Хочется отметить комплектацию, потому что она немного необычная. Смотрите, в какой коробке идет эта раскладушка, она розового цвета. Причем сама коробка выполнена в подарочном стиле, в общем максимально странная. Ну а также, помимо самой раскладушки, в комплекте идет кабель, микро-USB для зарядки, а также инструкция по эксплуатации. Причем сама инструкция также максимально странная, с одной стороны кажется, что она подробная, но с другой стороны вообще ничего не понятно. А особенно мне понравился пункт с языками, русский язык. Ну в общем, вы понимаете уровень. Заявлено, что она умеет и звонить, и писать смски, и проигрывать FM-радио, и музыку, и даже изменять твой голос во время звонка. А теперь поговорим о том, что из этого всего работает. Сразу отвечу на главный вопрос. Да, с нее можно звонить, причем качество звука, которое ты слышишь и как тебя слышат, оно достаточно неплохое. Причем совершать звонки можно в двух способах. В первом – качестве дополнительной гарнитуры к твоему основному телефону. То есть ты можешь вот эту раскладушку подсоединить к своему, например, айфону через блютуз, и когда тебе приходят звонки, ты можешь отвечать с этого телефона, а также звонить через айфон кому-то. А второй вариант более автономный, потому что эта раскладушка поддерживает сим-карты формата микро. Насколько помните, у нас есть большие сим-карты, современные – это форматы нано, такие маленькие-маленькие, а вот промежуточный вариант – это как раз-таки микро. И насколько я знаю, сейчас вообще ни один телефон современный не поддерживает такой формат, но вот почему-то производитель выбрал именно микроформат для этой раскладушки. И давайте продемонстрирую качество разговора, как тебя слышат, когда ты разговариваешь через эту раскладушку, и как ты слышишь, ну, по крайней мере, насколько хорошо я смогу это записать. Сейчас мы тестируем разговорный динамик по раскладушке, записываю, как могу на максимальной очутительности микрофона. И вообще, когда ты через нее разговариваешь, что слышно, собеседникам не очень хорошо, нужно немного напрягать уши. А если ты находишься в шумном помещении, то вообще ничего не будет слышно. В общем, разговаривать через нее возможно. Единственное, что не стоит слишком далеко отходить от твоего основного телефона, если ты подсоединен в качестве Bluetooth-корнитора, потому что чем дальше ходишь, тем хуже становится связь. Но на самом деле Bluetooth работает более-менее нормально. Чтобы вы понимали по расстоянию, то вот в квартире 60 квадратных метров из одной крайней точки в другую через несколько стен он выдерживал примерно 8-10 метров. А сейчас будет небольшой прикол. Нам позвонят на телефон и мы послушаем, какую мелодию он у нас воспроизводит при входящем звонке. Для тех, кто не узнал, это классическая мелодия входящего вызова для iPhone. В общем-то, китайцы решили немного угарнуть. Что касается управления, то оно здесь вроде бы и обычное, странное и немного странное. Если помните, то в старых ноках, чтобы разблокировать телефон, нужно было нажимать какую-то из верхних клавиш, например, верхнюю левую и допустим звездочку. Здесь этот телефон разблокируется абсолютно так же. Если нажать на верхнюю левую клавишу, то ты попадаешь в меню. И здесь есть такие пункты, как сообщения, контакты, журналы вызовов, настройки, FM-радио, аудио, приложения, Bluetooth и загадочный Magic Voice. Что касается управления через клавиши, то оно на самом деле достаточно комфортное, по крайней мере, я ожидал, что оно будет намного хуже. У клавиш даже есть подсветка, чтобы можно было управлять телефоном в ночи. Если ты хочешь попасть на конкретную из клавиш, то достаточно приставить ноготь и нажать, и ты 100% попадешь на нужную клавишу. По крайней мере, я ни разу не промазал, разве что сам их не путал, если мы говорим про цифры, потому что они достаточно нестандартные, и мы привыкли, что идёт в три в ряд, а здесь в четыре, в этом-то и подвох. Что касается других функций, если говорить про SMS-сообщения, то их можно набирать, но, к сожалению, T9 здесь нет, то есть каждую буковку нужно набирать по нескольким нажатиям на конкретную клавишу. Для тех юных зрителей, кто ни разу не пользовался кнопочными телефонами, T9 — это когда ты набираешь несколько цифр подряд и получаешь какое-то слово из его различных комбинаций, например, слово «Привет» — это 5, 6, 4, 2, 3, 6, то есть здесь T9 нет и каждую букву нужно набирать по отдельности, например, буква «Б» — это два раза на двойку нажимаешь, 2, 2, то есть «А» и «Б». И вот после того, как ты ввёл своё сообщение за несколько минут, потому что T9 здесь нет, ты должен перейти к выбору контактов, но контактов при отправке SMS-сообщений здесь как таковых их нет. Тебе предлагают ввести номер телефона, ты его вроде вводишь и по идее SMS-ка должна отправиться, но потом тебе предлагают выбрать какой-то там контакт, но список пуст и предлагают поиск по твоим контактам, а контакты у нас синхронизируются с основным телефоном, но ты не можешь их выбрать, потому что в поиске у тебя уже не русская раскладка, а английская, а обычно контакты у тебя все-таки забиты на русском языке. Короче, SMS-ку я так и не смог отправить, как и не пытался, даже если выбрать уже контакт и отправить ему SMS-ку, все равно вот эта бильберда какая-то с выбором контакта в конце и там английский поиск, короче, SMS-ку я отправить не смог. По поводу других функций FM-радио и музыка. Когда я включаю FM-радио, мне говорят «подключи наушники». Куда я тебе тут подключу наушники, тупо некуда вставлять 3,5 мм в джек. Окей, я вроде бы подсоединен к телефону по Bluetooth, вставляю в iPhone проводные наушники, которые у нас должны выступать в качестве антенны, но FM-радио все равно не работает. А по поводу музыки он говорит «вставьте карточку», причем что слот для сим-карты у нас вроде бы не заявлен, как еще слот для SD-карточки, а если я хочу использовать и сим-карту, и музыку, что делать, короче, это тоже непонятно и завести музыку я так и не смог. Следующий пункт – это у нас приложение, а под приложениями у нас есть только будильник, и зачем будильник выделили в пункт приложения, непонятно, сделали бы просто сразу будильник. Окей, мы переходим в будильник, здесь есть всего 3 позиции для будильника, выбираем какой-то из них, по стандарту это 8 часов, я нажимаю на 8 часов и все, а как мне поменять время, может быть я хочу 9 часов, нажимаешь на всякие разные клавиши, которые отвечают именно за функции, ничего не меняется. А чтобы тебе поменять время, нужно нажать на клавишу, знаете какую? На клавишу 0, вот ты нажимаешь на клавишу 0 и только после этого ты уже можешь поменять время будильника, очень странно, почему бы просто не выбрать будильник и еще раз выбираешь будильник и там уже можешь поменять время, ну короче, китайцы. Окей, пока что 2-2, звонок и будильник функционально у нас работают, а музыка и смски у нас не работают, и последняя функция — это так называемый Magic Voice. Как я понимаю, эта функция должна менять тебе голос, когда ты разговариваешь с кем-то по телефону. Здесь есть несколько набор таких функций, например, это какой-то мультик, там старик, ребенок, мужчина, женщина, есть всякие роли, рэпер, Валли, Ева, робот, просто эффекты, хор, отражение, смещение, эхо, в общем, какая-то непонятная бильберда, но как таковая она не работает, то есть я ее включаю, звоню по телефону и мой голос абсолютно не меняется, я ее включал, выключал, менял всякие разные комбинации, не работает, короче, непонятно, 2-3, то есть две функции работают, а три не работают. На самом деле я так разбираю этот телефон, как будто от него что-то ожидаю, там смски, звонки, на самом деле нет, просто заказал его по приколу, чтобы о нем рассказать. Увидел на Альдуму, дай-ка закажу, расскажу людям, что такая фигня существует. Единственный плюс, кстати, забыл рассказать, он может звонить в экстренные службы, даже когда у него нет сим-карты, либо блютус-соединения с основным телефоном. Я когда его только настраивал и разбирался, что тут за что отвечает, случайно вызвал службу спасения, я сначала это даже не заметил, а потом слышу, ваш разговор записывается, такой, что-что-что-что-что происходит, сразу сбросил вызов, а потом смотрю, он сам позвонил на 112, причем что я не указывал это 112, если что, это номер экстренной службы в России, то есть он понимает, куда кому нужно звонить, видимо, из того, в какой сети он находится. И добраться до экстренных служб в интерфейсе можно достаточно быстро, ты разблокируешь телефон, нажимаешь на телефон, клавишу вверх, и там сразу будут экстренные службы и все, и им звонишь, даже если у тебя нет телефона либо сим-карты, в этом плане зачет. Что по поводу автономности, то в режиме ожидания производитель обещает 3 дня, а если разговаривать по телефону активно, то это 3-4 часа. Я пользовался телефоном целый день, то есть там что-то игрался, настраивал, там звонил, и у меня он разрядился до 75%, то есть если использовать его чисто так по фану, немного в день, либо он просто будет лежать, то вот реально где-то будет выдерживать 3-4 дня. На самом деле прикол приколом, но кому можно его посоветовать? Мне вот на ум приходят, например, охотники, и уходишь куда-то в лес надолго, там, например, на день-два, берешь с собой основной телефон, и вот эту фигню можно взять, место много не занимает, или, например, вы ходите в дальние походы, где каждый грамм на вес золота, и вот такой маленький телефон, наверное, тоже может пригодиться, в общем, не знаю, если у вас есть какие-то идеи, то можете подкинуть в комментариях, мне даже будет интересно реально почитать. Если вдруг вы заинтересовались этой раскладушкой, то стоит она около 1500 рублей, на данный момент, когда я записываю видео, это 1400 рублей, и есть 6 расцветок – белая, черная, красная, синяя, желтая и оранжевая. Ссылку на Алиэкспресс я оставлю в описании под видео. Но на самом деле мне эта раскладушка тоже как таковая не нужна, поэтому я готов отправить ее абсолютно любому, типа у нас будет розыгрыш, единственное, что подписываться на канал, там оставить комментарий абсолютно не нужно, разве что сам розыгрыш будет в моем телеграм-канале, нужно будет нажать на одну еще единственную клавишу, участвовать, и скорее всего с 7 января мы подведем итоги, бот сам выберет победителя из тех, кто нажал на клавишу. Все очень просто. Я свяжусь с победителем и отправлю ему вот эту прекрасную раскладушку за 1500 рублей, между прочим, вот может хвастаться перед друзьями, либо показывать детям, в общем, прикольная фигня. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеюсь вам понравился вот этот вот необычный гаджет. Увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока.